Здарова, вы на канале Мирона и это уже 12 серия пути бомжа перекупа на Блэк Раша. На моем канале уже совсем скоро будет 50 тысяч подписчиков и кто мне поможет, если не ты. Поэтому максимально прожмите эту кнопку и не забудьте про колокольчик. Ну и по традиции набираем 300 лайков на этом ролике и выходит следующая часть. В предыдущей серии мы купили данную BMW M5 F10 за 5 миллионов 300 тысяч рублей. В этом ролике вы узнаете за сколько я ее продал, ну а также другие топовые сделки. Ну а игра и снимаю для вас на сервере Калининград. Вадим и топовый промокод хэштег Мирон, который даст тебе классные бонусы. Кстати говоря, вы только посмотрите на эту бэху, она абсолютно заряженная. Правда у нее нет подсветки под капотом, но выглядит она на самом деле очень и очень достойно. Кстати говоря, прямо сейчас я еду на БУ рынок, чтобы продать черный кейс. Ну а вот и тот самый покупатель, предлагаем ему наш обмен и продаем его мы за 650 тысяч рублей, где чистыми зарабатываем 150 тысяч. Наконец-то я потихоньку начинаю избавляться от своих черных кейсов, они заколебали уже лежать в инвентаре. Ну а далее мы продаем нашу бэху, где мне предлагают уже 4,9, что на 400 тысяч меньше, чем я купил. На самом деле, я вообще не в курсе, но эту тачку почему-то очень тяжело продать, хотя предыдущую я продал очень и очень быстро. Вот тут еще один человек интересуется, также отправляем наш готовый текст, просит ПТС. Да пожалуйста, дружище, держи мне, что жалко что ли. И он предлагает 4,8. Пацаны, ну я вообще валяюсь, вы хоть если занимаетесь перекупством, вот такие смешные цены-то не предлагайте, потому что это вообще кринжатина какая-то. Далее, еще один человек предлагает мне 4,8. Данила, я знаю, если ты смотришь этот ролик, ты получишь по попе, понял? Вообще уже обнаглели. Я даже немного психанул и пишу вот такой вот текст. Ты с 6,2 торгуешь до 4,8? Не, ну я конечно все прекрасно понимаю, я же тоже перекуп. Я понимаю, можно скидывать такие огромные суммы там с тачки за лямов 15. И вот это нормально. Но с тачки за 6 миллионов скидывать почти полтора миллиона, ну это жесть. Три дня позже. А вам действительно сложно поставить лайк за такие старания? Кстати говоря, еще 2 по идее, и я заработаю 10 уровень, наконец-то. На данный момент у меня появилось целых 2 покупателя, и оба торгуются за 5,8. И на самом деле ситуация максимально странная и смешная. Я просто спрашиваю, 5,8 сейчас кто забирает? Прям вот сейчас, без руля, без торгов и так далее. Они начинают говорить, этот выкинь его, либо ты ему даешь руль, или я просто у тебя покупаю. В итоге вообще выходит из машины. Я кидаю другому, который просит руль, он тоже выходит. В итоге этот челик все-таки допросился руля, начинает проверять машину, кататься. В конечном итоге просит у меня ПТС, хотя минуту назад умолял продать ему эту тачку за 5,8. В итоге он соглашается, я кидаю ему обмен, и он его отменяет. Я не понимаю, в чем причина, в чем его проблема, что было в тот момент у него в голове. Я не знаю, конечно, какой от этого смысл, но челик начинает почему-то дразнить, ломать мне тачку, врезаться. И я не знаю, каким образом, но когда я пытаюсь выгрузить свою тачку, мне пишут, у вас уже есть активный обмен. Как это работает, непонятно, я ни с кем в обмене сейчас не состою. Еще раз кидаю ему предложение, а он его отменяет, и смысл он сидит и тратит мое время, мне, конечно, непонятно. И вы прикиньте, он опять пишет мне, кидай, опять, уже в третий раз это происходит, я опять ему кидаю, и он опять отменяет обмен, просто мразь. Но я просто не знаю, как назвать его иначе, он просто убегает. Ребята, кто увидит его в игре, можете попускать его вообще спокойно, как только можете и как только угодно. Кстати, ребята, вот вам забавный факт, стоимость того человека, а именно его мозга, составляет 790 рублей, как и стоимость ремонтного комплекта. Также, смотрите, заприметил тут вот такую вот интересную акулу, и хочу посмотреть ее ПТС. А она у нас имеет прошивку спорт, не 3x10, пробега примерно так же, как у меня, поэтому это будет равноценный обмен. Короче говоря, он тоже заинтересовался этим предложением, но мне нужно релогнуться, потому что у меня до сих пор тот самый баг с активным обменом, и мы не можем друг другу кинуть. Итак, все, я перезашел, он меня дождался, и значит, он действительно заинтересован в этом обмене. Подъезжаем к его акуле, да, это вроде та самая, которая и была. Еще раз смотрю ПТС, и да, это действительно та самая акула. Я кинул ему обмен, но он отказывается, и я подумал, блин, ну неужели реально скам? Ну, выгодное предложение, с моей доплатой, правда, в 1.2. И все-таки мне удалось выбрать обмен, так, выбираем машину, моя, теперь его тачка, у него одна акула, всего лишь больше нету, значит, это 100% вариант. Итак, получается, доплачиваю я, а доплачиваю я 1.200.000. Проверяем все нули, все замечательно, отправляем. И он отменяет обмен. В этот момент я думал, что миллион процентов, это самый натуральный скамер, и он просто хочет кинуть теперь свой обмен. Он сказал, что просто хочет проверить, одна ли у меня такая бэха, или я могу подкинуть ему какую-то другую. Я согласился, но начал прописывать условия. Обмен мою М5Ф10 на вашу акулу с моей ДП 1.2.000.000. Он сразу же согласился, и на самом деле я не понимаю, почему так легко, ведь мачелик реально просто для себя тачку ищет. Ну и все, далее он сам же опять предложил кинуть ему обмен. Выбираю его имущество, доплачиваю я, 1.200.000.000, и обмен проходит успешно. Акула пропала, значит все четко, и нас не заскамили. Знаете, на самом деле я очень сильно боюсь каких-либо трейдов, поэтому с особой аккуратностью отношусь к этому. Чтобы вы просто понимали, тачка на самом деле наглухо заряженная, тут имеется спорт, дрифт, донстрабы, и я вообще не понимаю, как у меня произошел такой обмен. Смотрите, BMW М5Ф10 мы взяли за 5.300.000.000. Сейчас я обменял свою BMW на эту акулу со своей доплатой в 1.2 миллиона. Тем самым данная акула досталась мне за 6.500.000.000 рублей. Но в багажнике у нас лежит всего лишь два номера, и есть вот такие War 852. 52, War 852, это город наш! Знаете, я так немножечко катнул на данной машине, и она мне очень сильно понравилась. Она мне досталась, грубо говоря, по жесткому лоу прайсу прям. Смотрите, мне прям сразу же предлагают 7 миллионов рублей, что на 500 тысяч уже окупает. А это, если что, перекупская цена. Как я вам уже и говорил в предыдущей серии, данная тачка нереально красиво выглядит. Так еще и плюс ко всему этому, очень круто едет. И вот я уже пару дней задаю себе один и тот же вопрос. Почему я раньше так недооценивал данную машину? Просто этого не понимаю. Короче, зашел уже через некоторое время, и у меня в машине сидит тот самый скамер с предыдущего ролика. Если вы его не смотрели, то можете перейти на мой канал. Прошлый раз у него не получилось кинуть меня на бабки, но в этот раз я его просто не узнал. Понял только на стадии монтажа. Смотрите, я пишу ему, что нет сотов, а это былрыновская давалка, говорит один и тот же текст. А блин, сейчас, вот это удивление. Ну я сразу же решил обозначить, говорю, если будешь брать ЗАС и так далее, в год сливаешь и покупаешь у меня машину. Далее разговор будет окончен. И вы только посмотрите, что это инопланетное чудовище выстровало в чат. Я просто поражаюсь на него. Я не могу выразить свои эмоции даже. И вот я уверен, что даже на этом ролике смотрит человек, который занимается скамом. И вот ответь мне на один вопрос. Зачем? Ну вот зачем тебе это нужно? Неужели нельзя честно подниматься? Да, это займет немного больше времени, но ты будешь чувствовать себя прекрасно. Перед тобой не будет чувства вины, если ты, конечно, не ебанат, которому абсолютно наплевать на общество, в котором он находится. По факту, эту тему я сейчас могу развить до самого конца ролика, но не буду этого делать. Возможно, пообщаемся об этом с вами в комментариях, поэтому напиши обязательно свое мнение. В общем, мне предложили 7,4. В принципе, я думаю продать. Да, я прекрасно знаю, что я смогу продать дороже, причем намного дороже, но решил все-таки продать. В общем, у него там весь баллик 7,414, но я думаю, ладно, кину ровно за 7,4. Я особо не обеднею, а ему приятно. Итак, продаем нашу пушку-гоночку за 7,4, где чистыми зарабатываем 900 тысяч рублей. Да, мог заработать даже больше миллиона, но ничего страшного, и так нормальная сделочка. И смотрите, у нас баланс уже больше 10 миллионов рублей. Блин, это вообще самое кайфовое чувство, которое я испытал за последнее время. Далее, у меня уже наконец-то стукнул 10 уровень. Ребята, это настоящая победа, теперь мы можем работать в транспортной компании. И как вы можете понять, на данный момент я сдаю на права на категорию С, чтобы управлять грузовым транспортом. Осталось последнее задание, мы зацепили прицеп, и теперь нам нужно немножко прокатиться по городу, и наконец-то мы сдадим на права. Далее, смотрите, у нас есть ТК Батырева, и тут есть транспортная компания Бархатный Груз. Это моя транспортная компания на основном аккаунте, и работать я буду именно в этой ТК. Итак, побежали, арендуем грузовик, и как вы можете обратить внимание, у меня все новые фуры, абсолютно и без исключения. И смотрите-ка, я сразу словил топовый заказ на 45 тысяч, руда, вообще замечательно. Садимся в грузовик и прописываем команду слэшкарго, это системная команда для того, чтобы появился наш груз. И все, теперь поехали, быстренько загрузимся и отвезем наш заказ. Блин, знаете, работа дальнобойщика для меня самая интересная работа вообще в целом, из всех, которые имеются на данный момент. Даже водолаз, я ни разу, правда, на нем не работал, но он меня вообще не привлекает, нежели транспортная компания. Лично мое мнение, это самая атмосферная и интересная работа, которая только есть на Блэк Раше. Опять же, повторяюсь, это мое личное мнение. Ничего лучше для меня на данный момент больше нет. Так как ролик у меня 24 часа на авторынке, я не буду вставлять сюда сейчас эту работу. Если вам интересно, я запишу целую отдельную серию по работе в транспортной компании. Далее, мимолетом пролетал казино, чтобы слить свои черные кейсы. Ну а тут оказался мой подписчик, который аккуратненько попросил, давай отойдем. Манера, я передаю тебе огромнейший привет в этом видосике. Спасибо, что аккуратненько попросил отойти. Зашел уже на следующий день вечером, бегал по авторынку и тут замечаю вот такой вот ГТР. За 7 миллионов спорт. В принципе, цена нормальная, но давайте скинем. А по ПТС у нас действительно спорт, ГОСКО 7.9, Нитро Х10, мало износов и очень малого пробега. Но я долго не думаю, сразу же предлагаю ему 6.4. А он говорит 6.450, слушайте, цена очень интересная, продать в плюс можно 100%, давайте отъедем. В итоге он согласился, мы отъезжаем, но он просит меня покрыть комиссию. И сейчас будет самое смешное. Вот смотрите, он предлагает 6.4 и комиссию, а я согласился на это. У меня был выбор, либо 6.450, либо 6.4 с комкой. Но с комкой-то больше получится, а я согласился, вот это я гений. И в итоге он мне кидает за 6 миллионов 400 тысяч рублей, непонятно как и почему. Но комку я ему должен заплатить, мол, после сделки. Интересная, конечно, сделочка. Я-то подумал, что он мне просто по своей доброй душе отдал все-таки за 6.4, как я и просил. А он сначала кинул, и сейчас я ему должен вручную перевести 64 тысячи. Да, я мог его, конечно, обмануть, но, ребят, я не такой. Я комку верну. Получается, с балансом мы минусуем 6 миллионов 464 тысячи. Сразу же решил заехать в 24 на 7, заодно немножко обкатать нашу новую машину. Залетаем и покупаем все необходимое. Всегда это делайте, для перекупа это очень важно. А тачка-то реально выглядит очень бодро. Так еще и номера War 539, вы только посмотрите. По-моему, тут даже есть какой-то клиренс, если я не ошибаюсь. В прошлой серии мы сыграли в игру. Кто досмотрел ролик до самого конца, написав в комментарии слово Гусь. А в этом ролике давайте сделаем просто. Напишите что-нибудь свое от души, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Ну а также продажи и другие топовые сделки вы уже увидите в следующем ролике. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.